Скажи, где зубами? Ого! Кто это сделал? Все, не снимай. Кто сделал это? Да все, хватит. А подожди, а кто... Ничего не буду... Скажи, кто сделал. Ларсен, Ларсен. Экман? Нет. Адам. Сейчас вон он у меня загнут. Сборная России уезжает из Дании без зубов некоторых игроков, без медалей и едва не оставив сумку в отеле. Удалось сдать баул полицейским. Может быть там была удача? Жаль, парней. Хорошая у нас команда была, и могли мы обыгрывать канадцев. Что тут говорить? Не получилось. Да и ладно. В следующий раз получится. Сборная у нас перспективная, тренерский штаб отличный. Мы уже отвыкли, что через сутки после игры с прессой разговаривает тренер. Последний раз такое было при Вячеславе Быкове. Проанализируем это все, поэтому сейчас пока... Главное что-то говорить. Реванши хочется. Реванши хочется. Да вы обыграете в канаде. Все, все. Дай бог. Ну, все просто шло постепенно и позитивно. То есть, а если мы вспомним первые матчи на Евратуре и то, что мы видели здесь... Ну, там составляющие немножко, Алексей, разные, понимаете. На Евратуре и как мы эту команду собирали. Там два дня и поехали. И два дня и поехали. И следующие Евратуры. Кто у нас не катался там две недели, кто месяц. Кто сюда приехал просто. Илья Воробьев не жалуется, в отличие от Нарка, который на четырех чемпионатах мира имел куда более серьезный состав, но выиграл только в Минске, куда приехали пятые сборные своих стран. Зато мы узнали на чемпионате мира о крутых ребятах, которые выступают в КХЛ. Например, Алексей Береглазов показал себя игроком вполне приличного уровня. Ну, тебе-то ведь не стыдно за этот турнир? Не, стыдно. Почему? Потому что место какое. Ну, место понятно, но учитывая какие сложности были у тебя, тебе-то отходиться нечего, наверное? Ну, да, он виднее со стороны. Если смотреть, что приехали много НХЛовцев у всех команд, в целом вообще высокий уровень, то да, в принципе-то играли нормально, там, ну, дело случая где-то. Да, им реально стыдно и неловко, но я уж успокаивал как мог. И люди понимали, что на самом деле стыдиться нечего. Стыдно это, когда приезжаешь на турнир, тебе ничего не надо и быстрее бы уехать. Зато у нас есть Кирилл Капризов. Мы знали о нем и раньше, но только в Копенгагене убедились, насколько высок его уровень. Ёлки, давайте радоваться, что у нас растет новая звезда. Человек, который будет лучшим, я уверен, что его успех не изменит. Что тебе понравилось на турнире? Да, ну, я бы так сказал, интересный турнир, наверное, все равно. И все равно, не знаю, наверное, уровень все-таки самое главное. Похожи канадцы на Югру игрой? Я на Югру. Почти. Зато через год мы уже не повторим тех ошибок, что были сейчас. И единственный путь вернуть себе звание чемпионов мира – не мешать Илье Воробьеву. Помогать, но ни в коем случае не мешать. Мы видели, да, если, как вы говорите, там у них и у шведов, и у канадцев были много инхэлопсов. У нас, то есть, ну, было очень много и дебютантов, молодых ребят. Слушай, ну ты-то доволен, как ты сыграл на этом турнире? Нет. Как я могу сказать? Нет, нет, ну, результат команды – это одно. Нет, все равно, все равно не доволен. Были и ошибки, и моменты, где можно было и лучше сыграть. А ты впервые за чемпионатом мира пропустил на этом турнире? Ну, одна шайба была в пустые ворота, да? Что при тебе. И вот с канадцей пропустил, да? Бой вертами. Ой, да-да-да, в Мечестве. Нет, ну, и на том чемпионате мы тоже Мечестве пропускали. А парням уважение за то, что мы избавляемся от тупой советской привычки грустить гадами после неудач. Ты сколько пропустил там прямо? Пять. А первую-то мог отразить? Да я все мог отразить. Нет, все не мог. Мог все, что ли. Да какой? Ладно. Первую только я. Я ставлю вину первую, но мне специалисты убеждают, что четвертая. Надо четвертая разбираться. Я говорю все. Ну, какую? Ладно, скажи. Все. Игорь, ну давай объективно уже. Объективно, да. Ну, какое? Ты как-то в пятую мог что-то отразить? Там райли. Ну, и там клюшечку можно было себе. Бэп так сказал, что тебе надо выезжать. Все говорят, есть шанс хоть небольшой, что ты уедешь? Я думаю, вряд ли. У меня контакт уже сейчас. Как я уеду? Может, что-то получится, нет? Ну, у меня контакт. Я уже с ним разговариваю.